Новые антивандальные фонарные столбы, украшенные сердечками, появились на аллее влюбленных. Открытие приурочили к празднику Дня народного единства. Реставрацию провели в рамках проекта «Парки малых городов», который в Приморском крае курирует депутат Государственной Думы Владимир Новиков. И такое событие он, конечно же, не мог оставить без своего внимания. Проект «Парки малых городов» приняла Государственная Дума по итогам прошедших выборов в 2016 году и с учетом тех мнений, которые мы, будущие депутаты, собирали в ходе предвыборной агитации среди нашего населения. Власти города совместно с нашим населением вынесли работы по замене фонарей, которые ломали периодически. Поэтому принято решение поменять на антивандальные фонари. Хочу сказать, что Артем отработал первый этап участия в этом всероссийском проекте «Партия «Единая Россия» на хорошую оценку. Поэтому я уверен, что и в следующем году, и в послеследующем, поскольку проект будет идти как минимум три года за счет федеральных средств, артемовцы примут решение о дальнейшем продолжении работ. На сегодняшний день в проекте участвует 331 муниципалитет. Желающих много, так как минимальная доля софинансирования от местного бюджета составляет всего 4%. А всем жителям Артема пора задуматься, какую территорию они хотели бы видеть облагороженной в следующем году и принять участие в голосовании. Александра Селиверстова, Денис Болтов и Светлана Нурик. Городские новости. Дума в новом составе собралась во второй раз. Депутаты активно включились в работу. На повестке дня стоял важный и сложный вопрос. Народные избранники определили, каким быть бюджет у Артема в 2018 году и планах на 2019 и 2020 годы. Что необходимо учесть и какие статьи доработать. Рассматривали бюджет города на 2018-2019-2020 годы, доходную его часть в первом чтении. 2 миллиарда 293 миллиона. Общий объем расходов тоже запланирован 2 миллиарда 321 миллион. И дефицит бюджета составит 27 миллионов рублей всего. Это показатель стабильной работы. И участвуя в заседании в администрации края, где проходил совет глав и совет руководителей представительных органов Приморского края, также финуправлений. И Артем, в принципе, звучал в хорошей части. Если во многих там говорили, что смешно, вы же посмотрите, какие цифры показываете. То Артеме говорят, что работает здесь профессионал. Сегодня жителям Артема предоставляется возможность принять участие в обсуждении проекта городской казны. Задать интересующие вопросы и внести свои предложения. Для этого необходимо прийти на публичные слушания, которые состоятся 20 ноября. Предлагается назначить публичное слушание 20 ноября всего года в конференц-зале Артемовского по адресу улица Кирова, 48, второй этаж. Предлагается опубликовать данный проект в газете «Выбор» вместе с тем, чтобы жители города Артема ознакомились как в газете «Выбор» с нашим проектом непосредственно в Думе Артемовского городского округа во время ее работы и на сайте Артемовского городского округа. Предлагается собрать все предложения от жителей Артемовского городского округа и приглашаю вас на публичное слушание. Я думаю, что это будет очень интересно, так как это основной документ финансовый на 2018 год, 2019 и 2020. Как отметил председатель Анатолий Бадль, новая Дума взяла хороший старт. Основная работа проходит на думских комиссиях, где депутаты проявляют живой интерес, вносят предложения, направленные на улучшение жизнедеятельности городского хозяйства, не остаются в стороне. А это хороший залог для успешной работы Думы. Луиза Сысоева, Тарас Боднарук, Светлана Норик, городские новости. Сюжет, показанный на канале Артем ТВ об открытии группы детского сада для детей с особыми педагогическими потребностями, вызвал большой интерес у телезрителей. Как оказалось, таких малышей в нашем городе много и по большому счету им всем требуется коррекционное сопровождение. По закону об образовании данные дети могут посещать детские сады общеразвивающей направленности, то есть группы общеразвивающей направленности. Но рекомендации по заключению комиссии ПМПК, психолого-медико-педагогической комиссии, а такие дети все проходят данную комиссию, по их рекомендациям дети направляют в данную группу. То есть более щадящий режим, естественно, другая программа. В 2014 году в детском саду номер 22 была открыта группа для детей с образовательными особенностями. Без моей помощи. Вершина. Умница. Умница. У меня девочка, ее зовут Лиза. Ей 5,5 лет на сегодняшний день. Ходим сюда вот уже больше года. Ну, конечно, изменения есть. Ребенок развивается потихоньку. Всего в этой группе 14 детей. И занимаются они по отдельной программе у специалистов, прошедших обязательную педагогическую подготовку и изучивших специальные методики. В группе у нас находятся детки с разными особенностями. Большая часть из них тяжело устанавливает контакт с окружающими людьми. То есть задача наша основная – помочь им развивать коммуникативные навыки. Такой подход, не инновационный, а самый обычный, уже дает свои положительные результаты. Когда мы начали ходить, ну, посещать эту группу, в принципе, ребенок мало играл самостоятельно. Сейчас у нее уже эти навыки начинают появляться. Она больше проявляет интереса к игре, начинает играть с игрушками. Ну, для нас это тоже большой прогресс. По данным медико-психологической комиссии, число детей с ограниченными возможностями здоровья растет. А стало быть, помощи им и их родителям требуется все больше и больше. А это стоит немалых денег. Мы так занимаемся с другими, с дефектологами, со всем, там, курс автоматиз, это все очень дорого и накладно. А здесь, как бы, ну, бесплатно предоставляют логопеда, психолога, занимаются с детками. Две недели назад я закончила курсы ЭБИ-терапистов для того, чтобы я более грамотно, это дистанционные курсы полуторамесячные, чтобы я более грамотно могла заниматься с внуком. В стремлении видеть своих детей такими, как все, родители, бабушки и дедушки готовы идти на любые эксперименты и участвовать в различных программах. Но зачастую они даже не знают, куда обратиться. Ведь у нас в детском саду создан консультационный пункт для родителей, детей, не посещающих дошкольно-образовательного учреждения. Они могут здесь получить, мы оказываем методическую консультационную помощь. И мы учимся вместе с ними, осваиваем новые технологии, осваиваем новые методы и приемы работы. Инновационные системы в образовании и современные обучающие технологии имеют большое значение для адаптации ребенка с особыми педагогическими потребностями в социальном обществе. Но гораздо важнее коррекционного сопровождения, безусловная любовь и забота не только родителей, бабушек и педагогов, но и всех, кто окружает малыша, смотрящего на мир широко открытыми глазами. Александр Наточев, Тарас Боднарук, Даная Михайлова. Городские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова